МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо в студии Наталья Пославская. Сегодня в программе. Итоги прошедших выборов подвели в избирательной комиссии города Азова. Депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий попал под второй пакет санкций, которые были введены против нашей страны 12 сентября. Отключение электроэнергии в дачном товариществе Мичуринец-3. Выборы депутатов Азовской городской думы 6-го созыва, проходившие 14 сентября, официально признаны состоявшимися. Председатель территориальной избирательной комиссии Владимир Михайлов заявил, что они были честными, прозрачными и открытыми. Ход голосования контролировали 519 наблюдателей. Их было больше, чем членов участковых избирательных комиссий. Огорчает довольно низкая явка. В голосовании приняли участие всего 32% азовчан. Это более чем на 10% меньше, чем на предыдущих выборах. Все избранные депутаты, 22 депутата избраны. Значит, вопросов к избирательной комиссии по поводу выборов нет. В течение выборов в ТИК города Азова поступило 2 жалобы. И 17 было жалоб на избирательных участках. Значит, все ответы были получены до подписания протоколов. Значит, дальнейших жалоб ни в ТИК, ни в УИК не поступало. 18 числа должно быть опубликовано в официальном азовском информационном издании. Выборы будут напечатаны, итоги выборов. И после этого момента уже депутаты будут вручены в удостоверение. И 29 числа они, наверное, соберутся на первое заседание, на котором будет избран председатель и глава города. И после этого вопрос уже будет закрыт. Единственное, что хотел бы пожелать новым избранным депутатам, это то, что они обещали. Они обещали очень много. Поэтому, дай Бог, чтобы они это все исполнили. Недавно страны Евросоюза по инициативе Соединенных Штатов Америки ввели очередной пакет санкций против нашей страны. Среди так называемых невыездных чиновников оказался и азовчанин, депутат Государственной Думы Виктор Водоладский. Эти санкции коснулись и меня, как депутата, как Верховного атамана Союза Казахстанской России и зарубежья. И сегодня азовчанин в списке номер 14 в санкциях стран ЕС и США. Когда мне задают вопросы, как это отразится на моей жизни, я всегда отвечаю. Но проблема в одном. Я всегда периодически летал на Афон, для того, чтобы помолиться нашим святыням, очиститься от этой грязи и греховной нашей жизни. А теперь буду ездить на Валаам, на нашей святыне. Что касается отдыха и все остальное, то у нас сегодня есть Крым, который намного лучше других стран. Поэтому счетов в недвижимости нет, это никак не отразится. Ну а то, что я занимался и занимаюсь помощью Новороссии, то я никак не могу это бросить, потому что это часть территории войска Донского. И мое обращение к западным политикам и в Европейский международный суд связано с тем, что наши партнеры, в кавычках, которые говорят, что превалирующим является международное право, и они посчитали, что в одном из своих решений, что революция 1917 года, это был переворот у нас, значит, все, что было после этого незаконно, в 1922 году был декрет Совета Народных Комиссаров о том, чтобы часть территории войска Донского отнять, передать Украине и на базе этих земель создать Луганскую Донецкую область. Потому что это наши земли, которые были веками наши. И этот короткий промежуток времени, он незначительный для того, чтобы вернуть без гражданской войны, без убийства детей, стариков, женщин, что там творится. Поэтому я занимаюсь этой проблемой, им помогаю. И там очень много казаков, которые являются моими братьями, и которых я никогда не оставлю в беде. Поэтому для меня эти санкции, ну, будем так говорить, как знак того, что я занимаюсь правильным делом. Неоднократно в эфире пятого канала звучала информация о полном отключении электроэнергии дачного товарищества «Мичурни-3» с 15 сентября. В течение двух дней в ДНТ отсутствует свет. По словам директора Азовского межрайонного отдела энергосбыт Ростовэнерго Виктора Будиловича, решение не вступило в силу. А с 18 сентября будет введено ограничение подачи электроэнергии с двух часов дня до восьми часов вечера. Вчера не было отключения. Отменили, да. И никакой даты теперь не стоит? Ну, на сегодняшний день стоит дата 18 числа. Но это тоже ограничение, это не полное отключение. Кто должен отвечать за благоустройство дорог после проведения разрытия? Этим вопросом вот уже на протяжении нескольких месяцев обеспокоены жители второго микрорайона дачного товарищества «Мичуринец-3», где повреждено дорожное полотно из-за проведения водопровода. На прошлой неделе в редакцию пятого канала обратились садоводы, постоянно проживающие во втором микрорайоне дачного товарищества «Мичуринец-3». В течение нескольких лет люди сами благоустраивали проезды. Несколько месяцев назад компания, проводившая водопровод в микрорайоне, после завершения работ не восстановила дорожное покрытие. В мае месяце, когда ничего-нибудь уже был банкротом, газ сервис, или как он там, азов газ, вскрыл нам дорожное полотно, поднял глину, устелил ею полностью всю проезжую часть и благополучно оставил на просьбу восстановить дорожное покрытие. Они нам просто не обязаны быть по какой причине. Потому что мы не город, мы не относимся к городу, мы не город. Жители оказались полностью отрезаны от цивилизованного мира. Даже владельцы автотранспорта не могут выехать за пределы территории товарищества. Нас лишили люб всей инфраструктуры. Ни скорая помощь не может нам добраться, ни пожарная охрана, ни врачи детские, потому что она обязана, патронажная сестра, ходит каждый месяц к ребенку, она не может пролезть. Не милиция, не дай бог, что-то где-то что-то украли. Вот люди пожилые. Корреспонденты Пятого канала попытались связаться с компанией «Газсервис», которая занималась проведением водопровода. В мае месяце ваша компания проводила водопровод там. И остались траншеи, перекопана дорога. То есть мне узнать, кто-то должен этим заниматься, привести дорогу в порядок или нет. Вы знаете, я как бы инженер, веду переем населения, но что касается этого руководства. А вы подскажите, к кому обратиться мне телефончик? Скажите, рабочий хотел. Я в том, что руководство-то в отпуске, поэтому не могу вам ничего сказать. А в отпуске заместитель, исполняющий обязанности руководителя? Как таково я не знаю, чтобы они... На меня точно никто не возлагал. Не могу вам сказать пока. Этот ответ садоводы слышат на протяжении месяца. Письменные заявления дачников также не принялись, ссылаясь на отсутствие руководства. Как же компания осуществляет свою производственную деятельность без директора и его заместителей? Компания «Пульс» продолжит следить за развитием ситуации. Александр Истомин, Олеся Слонько, Игорь Скуднов, Азов.Инфо. Почти год назад во дворе отдела статистики спилили тополь, который рос там около 130 лет. Весной освещение заметили, что дерево жило и дало новые побеги. На данный момент тополь покрыт густой порослью. В Азове много памятников, которые хорошо известны горожанам и туристам. Но вот одна туристическая тропа могла бы сохраниться и к старому столетнему тополю, который спилили в прошлом году. Последние кадры сохранились от 14 января 2014 года, где от него остался только огромный пень. Сегодня тополь восстал из небытия. По-прежнему у его теперь уже молодых побегов отдыхает молодежь. Что будет с этой порослью? Кто сохранит память о долгожителе тополи? И кто знает, может быть он снова кому-нибудь помешает? Валентина Сираж, Людмила Улихина, Азов.Инфо. Сотрудники муниципального предприятия «Чистый город» регулярно производят уборку березовой аллеи, расположенной в районе городского дворца культуры. Но несмотря на это, жители нашего города выбрасывают мусор в неположенных местах и загрязняют аллею. Как решить эту проблему, мы попытались выяснить у замдиректора «Чистый город». Древний Азов вписал в историю государства российского не одну героическую страницу. Любовь к родному городу проявляется у азовчан не только на словах, но и на деле. Чистые улицы, скверы, площади – это лицо нашего города. Однако есть места, где постоянно скапливаются горы мусора. Например, всем известная березовая аллея возле городского дворца культуры. После уборки она остается чистой считанные часы. Хотелось бы обратиться к тем азовчанам, которые отдыхают на березовой аллее и своим поведением неуважительно относятся ни к труду уборщиков в территории, ни к остальным гражданам, которые утром идут к березовой аллее и видят эту совершенно нелицеприятную картину. Необходимо принять какие-то действенные административные меры для жителей города, чтобы ни у кого не возникало даже мысли выбрасывать мусор в неположенном месте. Возможно, тогда мы научимся уважать чужой труд, ценить бюджетные средства и любить свой город. Валентина Сираж, Людмила Улихина, Азов.Инфо. И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Завтра в это же время смотрите в нашем эфире программу «Среда» с Алексеем Скляровым. Гость программы – мэр города Азова Сергей Бездольный. Звоните и сообщите информацию по телефону 6 15 54. Будем делать новости вместе. До свидания. Семнадцатого сентября ясно. Температура воздуха днем плюс 20-22, ночью плюс 14, плюс 16 градусов. Ветер северо-восточный 4-6 метров в секунду. Влажность воздуха 42%. Уровень воды в реке Дона 34 сантиметра, ниже отметки 0. Температура воды в реке плюс 20 градусов. Атмосферное давление 765 миллиметров тутного столба. Гомофон в норме. Субтитры добавил DimaTorzok